И снова добрый вечер, дорогие мои. С вами, как всегда, Алкабарты. Конечно же, мы будем что-то пить, а заодно об этом обязательно поговорим. И да, я записываю это сегодня совершенно не так, как хотел. Я хотел записываться на улице красиво. Снежок, солнышко светит, но на улице было на тот момент минус 17. И я решил, что это не тот напиток, который можно записывать при таких температурах. И да, кстати, ликуйте те, кто говорят, что он сел уже подбуханным. Да, я реально минут 20 назад рюмку водки выпил, потому что я немножко боюсь этого напитка, если честно. Но при этом такая красивая бутылочка, да. Но это ликер. Раз. И это ликер от Аквадива. Два. К продукции Аквадива я отношусь довольно сложно. То есть у них есть классная линейка Делюкс. Классная, просто. У них есть непонятные размовы, которые вот иногда можно, иногда нельзя. Спорные продукты. И есть откровенно непонятно что. В данном случае я взял непонятно что. Но взял из-за чего? Ликер десертный Аквадив Вагнер. Ну, предположим, ликер десертный. Дальше идут надписи. Ну, крепость 16, объем 0,5. Это все фигня. 30 ингредиентов, ребята. Я только из этой надписи его и взял. Поясняю. У меня есть четкое подозрение, как именно родился на свет сей продукт. Кому-то из технологов. Может быть, спьяну. Может быть, повинуясь голосам в голове. Пришла мысль какой-то кран не туда повернуть. И они, скорее всего, просто разбодяжили бальзам. А так как не выливать же добро, ну и, собственно, сделали ликер десертный. Я не вижу никакого смысла делать в ликере 30 ингредиентов. Это просто нелогично вообще от слова совсем. Но при этом это классная, красивая бутылочка. Причем, чем больше я на нее смотрю, тем больше она мне нравится. Я ее когда в магазине взял, ну такой, ну шарик, да, прикольно там все. Ну, блин, ну она классная. Она реально классно лежит в руке. У нее все хорошо. И единственный минус, что здесь, естественно, все это в полиэтилене. Но для этого я на всякий случай сразу, сразу раскрою ножик. Потому что я чувствую, что не факт, не факт. Хорошо Аквадив запаковали. Язычка я не вижу вообще никакого. Скорее всего, он под тем самым долбанным, ненавистным белорусским акцизом, чтобы ему сгореть. И поэтому, я вообще пробку не перерезал, еще пополам там нет. И поэтому волшебный пук, господа. Да, и капелька. Нифига нам пока не говорит. Ну, в принципе, симпатичненько. Симпатичненько даже вот с той точки зрения, что потом эту бутылку оставить под какую-то настойку, под что-нибудь вот такое. Да. Это такой девочковый вариант бутылки. Зайдет. Все, зайдет. Делаете на нем потом что-нибудь слабенькое. Ну, в смысле, заливаете в эту бутылку. И да, заходит с радостью. Ну, мы берем рюмочку. Теоретически ликеры пьются, а что сейчас не пукнул, из ликерных рюмочек. И наливаем первым, господа. 30, блин, ингредиентов. Ожидаемо, что ни хрена из них поймать невозможно. Хотя, начало я еще могу прочитать, что тут вода умягченная. Вторым идет сок яблочный, спиртованный. Вот так вот. Сброженный причем, да? Судя по всему. А нет. Да хрен поймешь. Короче, эти буквы не разобрать, а уже третьим идет спирт. Яблочко нарисовано снаружи. То есть, теоретически нарисовано яблочко, корица, кто-то там еще. Я не знаю. Мне этот лепесток больше напоминает бадьян, но по цвету он говорит, что я не прав. Ладно, фиг с ним первое. Я не могу сказать, что это плохо. Нет, это не плохо. Это, наверное, даже лучше, чем я ждал. Но в то же время это крайне странно. Я к ликерам привык немножко по-другому. Ликер должен быть слаще. Ликер должен быть какого-то одного доминирующего вкуса. В данном случае теоретически яблоко, но не факт. И вообще как-то ликер должен быть другим. Стоять. Ова, волшебный пук. Люблю такие видяшки. Вот откровенно люблю такие видяшки, когда изначально ты к ней вообще не готовишься. Когда ты понимаешь, что все, что тебе будет приходить в голову, ты будешь говорить в процессе автоматом. И при этом удивляться тому, что ты получил. Потому что это вообще не то, что я хотел получить. Я думал, что это будет нечто сладкое, откровенно, конкретно сладкое. Я еще думал, там сыра нарезать, с какого под это дело. Ну, конечно, многие ликер предпочитают, например, с шоколадкой. Но это клин-клином. Вышибать тут сложный вопрос. Но тут... Ну, тут мы берем бокал под названием «Выживший». Я объясняю, почему. Потому что из вот этих шести коньячных он у меня последний «Выживший». Поэтому я его так и зову. Он бережно хранится, аккуратно. И я его беру чисто, наверное, вот до того, когда я запись начинал, думал, что это чисто по трешаку пойдет. А сейчас понимаю, что есть цель, для которой я его беру. Эта цель самому себе, наверное, ну, доказать, не доказать, опровергнуть. Но, короче, проверить одну мысль. Блин, и она подтверждается. Аквадив. Аквадив, у вас же есть со мной связь, да? Скажите честно, это реально вы случайно разбодяжили бальзам? Вот очень похоже, просто очень похоже. Или сделали бальзам, и он не зашел на какой-то общей дегустации. Или уже нового бальзама в линейку не нужно было. И вы просто его разбодяжили и сделали ликер. Потому что это пахнет откровенно разведенным бальзамом. Причем довольно хорошим, честно говоря, бальзамом. Слушайте, мне это нравится. Я вообще не ожидал такого течения событий, но мне вот это нравится. У меня было два варианта, как я продолжу течение данной видяшки. Или, естественно, в жесткое обсирание всего продукта. Этого я сделать просто не могу, потому что, ну, так нельзя. Это нормальный продукт. Это нормальный, крайне своеобразный. Действительно, это очень похоже на разведенный бальзам с сахаром. Почему я, собственно, в тот бокал и наливал. И вариант второй. Уйти в обсуждение сторонних вещей. Ну, есть пара пунктов, на которые я хотел бы высказать. По которым бы я хотел высказать свое мнение. Но, блин, это прикольно. Эквадив. Эквадив. Я, конечно, помню, как я выливал ваш, по-моему, престиж или что там в раковину, да, красиво. И потом на меня все обижались. Но, извините, он стоил того. А это стоит того, чтобы этого дела выпить. Я понимаю, что у меня, скорее всего, будет завтра люто болеть башка, если я его перепью. Но это логично в случае ликеров и бальзамов. Но это не ликер, блин. Это разведенный бальзам с сахаром. Это не может считаться ликером. Ликер это говнище типа амаретты. Вот такое что-то. Вот распиаренное, жуткое, ничего из себя не представляющее. Вот то ликер. Сладкие, девочковые, от которых потом хреново будет, от которых с утра будет болеть башка, желудок будет заворачиваться в трубочку, точнее в узелочек и так далее и тому подобное. Здесь нет. Здесь отдельный самостоятельный продукт, который реально можно пить. Предвижу, конечно, кучу комментариев продался, но, простите, аквадив не платит. Кстати, аквадив почему? Блин, это нормальный пивабельный продукт. Не знаю, может кому-то, конечно, не зайдет. Вопрос в том, что я ожидал другого. Вот это вот ожидание и реальность. И в данном случае реальность превосходит ожидания. Капец как! Я получаю интересное что-то. Я реально получаю, еще раз повторю. Я получаю бальзам в слабой вот такой вот разведеночке. И это, с моей точки зрения, очень даже неплохо. Пробка, конечно, немного подкачала. Волшебные пугбы вот с такой бутылочки, да волшебные пугбы красивые. Было бы вообще прекрасно. Из минусов, кстати, тоже форма горлышка. Капли идут постоянно. Просто. Вот я ее поворачиваю, аккуратно так поглядываю, там капля стекает. Приходится ее вытирать, ну фиг с ним. Почему он Вагнер? Ну ладно. С этим мы потом когда-нибудь разберемся. Но насчет кучи ингредиентов, да, они скорее всего правы. Они скорее всего правы. Но, опять же, я все равно, стопроцентно, не верю, что это создавалось как ликер. Ну не может быть ликер на 30 ингредиентах. Понимаете? Ну не может. Просто это ему не нужно. У ликера должно быть их 5, 6, 7, 8, максимум там десяточка. Все. И то это для сильно понтовых ликеров. В данном случае, я придерживаюсь своей точки зрения. Кто-то накосячил на заводе. И поэтому решили эту партию как-то утилизировать в виде ликеров. Но даже если так, то у них получилось. Вот это серьезно сейчас. И заключительную, которая будет питься за вас, за ваши лайки, за ваши комментарии, за ваши подписки, за то, что вас ждет следующих видео. Опять капля потекла. Видео, выходящих, испугающих периодичностью. Знаете, вот, кстати, все-таки вот это вот, да, это надо обосрать, имею право. Вот, вроде бы и горлышко нормально, стандартно, и все хорошо, но при наливе, вот это по классике. Как ни тряси, последняя капля всегда в трусы. Понимаете, вот оно, вот оно. В некоторых интерпретациях всегда на ботинок. Ну, в данном случае на ботинок не попадет, потому что форму бутылки не позволит. Ну, короче, кратенько, потому что уже заболтался. Ребята, это можно брать, как ни странно. Я это брал, как трешак в сельском магазине, блин. В сельском магазине, как трешак. Просто потому, что остальной трешак уже там перепробован. А ехать куда-то дальше было лень. Я от него ждал совершенно не того. Я ожидал чего-то дико сладкого, приторного, непонятного. Но получаю нормальный такой, какую-то ореховость, какой-то вот это вот все. Кстати, насчет яблока. Не, ну, яблоко, конечно, тоже, но оно не доминирующий вкус в данном случае. И брать или нет еще раз, я, наверное, вот впервые про Аквадив скажу, что да, возьму. Да, возьму, пусть будет. Не для пьянки. Однозначно, конечно же, нет. Ну, кто же на пьянку это потащит? Это чисто как девочковый вариант. Девочковый вариант замена распиаренным вот этим Амаретом и прочему всему. Ну, правда, здесь, наверное, плотности поменьше. Там будут те же Амаретто, даже белорусского производства, да и российского тоже. Они будут поплотнее немножко. Они погуще, они поплотнее. Здесь вот что-то, ну, чуть-чуть. Блин, да классно. Я в очередной раз думал, что я сажусь снимать трешак, понимаете? Аквадив ликера в круглые бутылки, ну, бутылка мне понравилась изначально, но не в том дело. 30 ингредиентов. Это по плану был откровеннейший трешак. Но, блин, это можно пить. Знаете, слов у меня больше нет, короче. Потому что я начинаю путаться сам в своих же показаниях. Ну, это было абсолютно неожиданно для меня в данный момент. Потому что я реально собирался снимать трешак. Не вышло. Поэтому все-таки за вас, за те самые лайки, за комментарии, за видяшки, выходящие, испугающие периодичностью. За то, что Аквадив сделал очень интересную вещь. Хотя, возможно, зайдет далеко не всем. За то, что стоит она какие-то копейки абсолютные. И за то, что я до сих пор уверен. И даже если меня весь Аквадив будет переубеждать, я уверен, что это кто-то открутил кран не в ту сторону, блин. И в результате этого получилось вот такое. Поэтому за вас, ребят. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok